Всем привет! Меня зовут Катя Берткова. И сегодня для портала Insurgent мы будем брать интервью у потрясающей группы Chapter 5, которая сегодня сыграла свой саундчек InKozlov Club. Мы с Ильей познакомились 12 лет назад, рано как и с Митей. Митя, к сожалению, не смог участвовать в первом составе группы, но все же сумел, так сказать, войти. Рано или поздно, да, он все же вошел в группу. С Кирюхой познакомились на курсах для поступления в Бамунку. Он смог, я нет. А я сам пришел. И с Ильей познакомился через Илюшу-парабайщика, они одноклассники. На самом деле у нас тут группа друзей, потому что мы с Ильей играем вместе с 8 класса. Ребята тоже друг друга очень давно знают, и вот так мы как-то собрались. И все вместе из разных, по сути, компаний, университетов. Но вот группа из детства на самом деле. Я читала, что вы как-то собрались просто на первую репетицию, и у вас как-то все пошло. Вот расскажите вам об этом. У нас было четверо всего. У нас не было гитариста, ни Мити, ни того, который был до этого. Были мы с шкером Илья, Илья, Кирилл, Кирилл. Было очень удобно арестироваться. Мы прям подобрались, ребята, вообще супер. Да, и никаких идей, больших планов у нас на тот момент, насколько я помню, не было. Мы просто играли разную музыку, не нашу. Но в какой-то момент, даже незаметно для нас, это набрало какой-то серьезный оборот. Не, на самом деле планы были достаточно большие и серьезные. Просто никто об этом не знал. Просто да, просто никто об этом не знал. Ну, а на момент того, когда мы собрались, мы стали играть так очень топорненько, деревянненько. Ну, равно как и сейчас. Равно как и сейчас, собственно. Ничего не изменилось, все хорошо, все замечательно. Олимпийский жгип. Наши топорики. Топорненькие. Что для вас сегодня произошло впервые? Я уже сказал, я разбил кубу до края первый раз на сцене, когда пел песню. Я очень эмоционировал и ударил с себя микрофоном. Я уронил микрофон от саксофона, я настолько активно двигался, что он просто взлетел. Вылетел шнур посередине песни. Первый раз говорил со сцены, в микрофон общался с залом. Я тоже, кстати, да. Больше так не делай. А мне можно? Нет. Можно. Дебютанту дайте слово сегодня. Да, дебютант. Ну, у меня сегодня первый раз. Я выкинул свои вещи. Назад на сцену. Так-то вообще это мой не первый концертный опыт. Я раньше был басистом в своей собственной группе. Ну, в этой группе. Я уже играл в группу. Как тебе вообще? На удивление, когда я пришел в группу, это было так довольно... Ну, было немножко страшно, потому что, во-первых, я приходил с сознанием того, что я прихожу в достаточно сложившийся коллектив с, как я тогда считал, профессионалом. Я так никогда не считал, если что. Да, потом микро разочаровался, судя по всему. Ну, и потому что мне пришлось переходить с бас-гитары на обычную, на электро-гитару. Вот. Это был прям такой своего рода челлендж для меня, потому что нужно было быстро переучиваться, нужно было быстро учить весь материал, который у ребятки уже скопился за несколько лет. И как получилось оценивать вам? Когда день рождения группы? Вот прям вот точная дата. Это я, я веду счет, я любописец. 16 октября мы собрались на вот эту самую топорно-дровяную репетицию. Вот. И, собственно, вот уже два года мы... Уважаем. Уважаем. Фальшивен. И веселимся. И вообще, козлову мы нормально приплатили, для того, чтобы нас сюда позвали. Шалти. Ладно, ладно, ладно. Можно это выразить? Да, ура. Ребята, скажите вообще ваши эмоции, когда вы репетируете и когда на сцене? На репетициях мы ругаемся, оремся, деремся. Но не всегда. Но бывает. В 80-ти... 13-ти. Это только на тебя. В 80-ти процентных случаев. На карпу это 100%. На самом деле на репетициях мы... Ну, если есть какие-то рабочие моменты, и мы разучиваем новые песни, то, конечно, это более рабочая обстановка, без там вот этого кача, драйва и вот этого. Когда уже приближается концерт, мы все больше и больше поддаем эмоции даже на репетициях, и уже, чтобы почувствовать, как это будет на сцене, придумываются какие-то фишки, какие-то вот там диалоги между песнями. И вот дорепетировали до концерта, это было прямо вот, ну, на 80% того, как... Да, мы настолько дорепетировали, что мы вышли в час ночи с телебазы, и у меня, и у него украли передний номерной знак, пока мы репетировали. Вот так. Но нет, только долго репетировали. На самом деле, просто мы много репетируем часто, занимаемся дома, как правило. Когда-то реагируют соседи. Потому что песни довольно большие, песни довольно большие, там есть какие-то семенные тональности и так далее. А сами мы в душе любим просто взять инструмент и рубануть, вот и все. И поэтому мы много репетируем, чтобы мы могли выйти и все эти тяжелые вещи просто взять и рубануть. То, что происходит на концертах, это вообще, если пытаться описать, то можно уйти глубоко вот от этого Закерикулы. Вот, но главное отличие, то, что на репетициях, когда мы можем действительно ругаться и спорить вечно, концерты мы превращаемся в единый организм. И каждый из нас это орган этого организма. Кто мозг, ребят? Кто мозг? Я Буза! Я нога правая. Правая? Что правая нога захотелось? Копытца, копытца. Копытца. Кто пишет стихи и музыку? Музыку пишу я, стихи. В этой группе пишут несколько человек. Это Илья, моя девушка и я. Да, и бывает кто-то из ребят просто помогает либо дать идею, либо там исправить строчку, либо сказать то, что опять заунывшина ваша. Чего же у вас писание целых было? Это ты в основном таким занимаешься? Ну или так. Почему я английский? А вот захотелось. 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 Нам кажется, какие-то выражения на английском звучащими как-то более красиво и пафосно, чем на русском. Более того, для такой музыки, которую мы играем, английский язык, мне кажется, более близок, потому что все мы росли на иностранной музыке, на джазе, на роке, на металле, на Юрию Антонове. Он не пел по-английски, вроде бы. Вот это, ну, он поэтому и не... Переиздание есть, ну просто, да-да-да. Перевод просто. Вот, на вообще всем собрании всего этого. Нет, нет, нет. И поэтому как-то... Мне просто нравится, что это Кирилл и он руководил с тобой, да. Я просто очень большой, да, у меня вот тут. Одиннадцатый класс тут просто. И вот мы как-то и решили петь просто на низком языке, причем все быстро сказали, что да. Плюс перспективы, опять же... Не надо, не надо. Накаркай. Трянь, не каркай. Следующий концерт в Норильске. Норильске. Где? Я вам не говорил, ребят, нас позвали играть, да, там. Норильске. Просто, я так понимаю, это право. Чем оплатят? Никелем. Это, знаете, для нас новость. Правда, то есть это мы не наигрываем. Нам подарят поезд. Давайте покажем наши реальные эмоции и удивления на камеру все. Норильске. А, нет, я это сказал, а я не удивляю. Это где? Это в России. Сейчас мы с тобой едем за границей. Отдите, пожалуйста, эмоции от сегодняшнего концерта. На самом деле это одна большая такая уставшая, но... Да, довольная улыбка. Улыбка, довольная улыба. Спасибо вам, ребят, большое. Спасибо вам. Я надеюсь, оказывается, люди не отвернутся после этого интервью. Очень надеемся. Очень надеемся. Не уходите от нас!